Здравствуйте, друзья! В эфире «Дачные советы». В прошлый раз мы с вами вместе провели окучивание взошедшей картошки. Я вам говорила, не допускайте, чтобы она выросла, сразу окучивайте. Так советуют мировые лидеры по выращиванию картофеля – голландцы. Окучить надо дважды, чтобы как можно больше вытянуть светлую, так называемую, петиолированную часть побега картошки. Чем она длиннее, тем больше на ней столонов может отложиться. Вот неделя прошла, и картошка взошла. И даже надо было ее окучить не через 7 дней, как вот у меня сейчас получилось, но ведь на Пасху попадало, не работали. Через 5 дней уже надо было окучить. Но ничего страшного. Делаем опять ту же операцию, как и в прошлый раз. Вокруг каждой картошки насыпаем горсть биогумуса. Это уже у нас будет третья горсть. Первую клали в лунку при посадке картофеля, второй раз при первом окучивании, и третий раз вот сейчас. Таким образом, за весь сезон выращивания картофеля мы положили в грядку 3 горсти биогумуса. Вот тогда можно рассчитывать на богатый урожай. И теперь проводим окучивание. Прошли дожди, почва влажная. Увлажнять почву не надо. Красота! В этом году идеальная погода. Дожди идут как по расписанию. Обращаю внимание, осенью мы нагребали на будущей картофельной грядке большой гребень земли. Вот теперь мы его весь израсходовали на два окучивания. И вместо гребня у нас здесь по центру грядки образовалась широкая борозда. Вот ее-то бы желательно замульчировать. Так, положим сюда одуванчики с крапивой, вот в эту ложбину. А сверху старый спонбонд рваный, сложный, ну, в жгут буквально, чтобы влага отсюда не выходила. Ну и дальше посмотрим. В конце мая должна эта картошка уже набрать бутоны. Вот тогда будем делать подкормку. А пока ничего. Вот сейчас зайдет картошка, накроем спонбондом от всех видов сосущих, их грызущих, вредителей. И тогда ничем обрабатывать кусты не надо. Картошка будет чистая, действительно экологически чистой продукт. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать. В Самаре по телефону 972 70 95, а в Тольятти по телефону 22 57 89. Внимание, новинка, жидкий биогумус. Седьмого числа луна начнет расти, можно будет высаживать. Многие виды растений, которые дают урожай над поверхностью земли. У меня есть рассада, уже заждалась арбузов и дынь. Как я их буду высаживать? Вот здесь, вдоль южного забора, между широко расставленными молодыми кустами винограда, я могу сделать луночку из четырех растений и высадить сюда рассаду арбузов, которые пока еще маются в таблетках. Вон какая корневая система у них уже просится к высадке. Сделаем луночки, положите в каждую лунку по горсти биогумуса и перемешайте с землей. Ну вот Николай Иванович Курдюмов в своей книге «Умная бахча» говорит о том, что все его друзья, известные на всю Россию бахчеводы, не выращивают на органике арбузы и дыни. Так что они от этого часто болеют, особенно бактериозами. Бактерии всегда идут в сторону углеводов слабеньких. А выращивают на минералке. Я вам советую минералку умную, которая не губит червей и микробов в почве. Она находится вот в таких пакетиках. Удобрение не попадает в окружающее пространство. Оно здесь так и находится. Но нужно, чтобы в этом месте всегда было влажно. Вот и все. Поэтому в центр, между четырьмя растениями, в центр этой лунки, где мы сажаем арбузы, например, или дыни, я ставлю поливную бутылку, закапываю, и рядом с ней пакет опиона. Пакет закапываем на глубину 10, а можно и 15 сантиметров, потому что у арбузов глубокая корневая система. И на весь период выращивания арбузов этого пакетика хватит этим четырем растениям. Земля жесткая-прежесткая. Хорошо бы сюда внести речной песок или вермикулит, или другой какой-нибудь разрыхлитель. Я положу бионик. Лунки делаем побольше, зато можно туда положить побольше верхового торфа. На первое время вот этого количества минеральных удобрений, которые входят в состав этого верхового торфа, макро-микроэлементы, будет достаточно, чтобы корневая система нашла их. А потом, она же огромная у арбузов, на несколько метров уходящие в почву, они все соберутся туда, в то место, где опион закопан. Все корни всех этих арбузов. Так, перемешали с землей хорошо. Верховой торф, хороший разрыхлитель. И влагу хорошо удерживает. То, что нужно. Вот, какое место хорошее арбузом нашли. Южная сторона забора, здесь всегда тепло. Здесь виноград отлично растет. Драться с виноградом не надо. Ну, у арбузов ажурные листья, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Почему такие хорошие сеянцы получились? А потому что эти таблеточки были залиты очень теплой водой, куда добавляла хлореллу. Вот все выращено абсолютно, все посевы на этой одноклеточной водоросли. Какой мощный стимулятор роста. Видите, рассада плохенькая, берите и кормите ее. Он что натворит. Семена, если смотрите в таблетках, ну, никак не сходят. Заливайте хлореллой, иногда даже не разбавляют. Тут же появляется на свет божий. Так, теперь еще один очень важный момент. Я беру очень теплую воду. Из дома принесла. Добавляю туда привикуренержи, немецкий препарат. Проливаю все, чтобы арбузы не болели с дынями. Болеть они любят. И легко поражаются. Поэтому все внимание к их листочкам. Вот сейчас обработаем, потом в июне обработаем и в июле. Три раза привикуренержи. Отличный вариант. Стимулятор мощный. Срок ожидания всего одни сутки. И можно есть уже плоды с обработанных растений. Ну, где вы найдете еще такой прекрасный фунгицид? Так, а теперь надо эти ломки замульчировать. Иначе у вас там все это заклекнет. Не разобьешь уже ничем. Почва-то у меня все-таки плотная здесь, ширяевская. Обязательно я ее тут же мульчирую. Что я туда положу? А вот из-под винограда возьму верховой торф. Он был нейтрализованный. Обращаю ваше внимание, это не кислятина. Им были осенью укрыты кусты винограда. Вон тут какой слой. Можно взять по горсточке да вынести под каждый арбуз. А там что-нибудь подкупим. Да, мои красавцы? Так, и теперь, чтобы они у нас не озябли, вот я-то сажаю в прохладный день. Не знаю, что там будет впереди. Как все поступают у нас, огородники? Молодцы! Не выбрасывают вот эти пластиковые бутылки в близлежащие овраги, а укрывают растениями. Милое дело! Сейчас холодно, даже крышку открывать не буду. Я буду укрывать не двухлитровыми, а пятилитровыми. Все побольше воздуха будет. Вот и все. И буду стоять и радоваться. В жару пробочки можно открыть. Ну что, Алексей, будем ждать урожая теперь. Дай бог, чтобы были арбузы не хуже, чем в прошлом году, да? Что скажем Господу? Спасибо, Господь, за все. Спасибо, Господь, за все. Надоела черная ножка и корневые гнили на рассаде помидоров и огурцов? Проливайте почву семян раствором Привикура Энерджи, и вы надежно защитите свою рассаду и урожай от болезней. Привикур Энерджи. Болезней на рассаде нет. Байер. Здравствуйте, дорогие дачники. Сегодня мы поговорим о самой любимой нашей ягоде – садовой земляники, или, как мы ее называем, клубники. Я познакомлю вас с самыми новыми, самыми урожайными и самыми вкусными сортами. Начнем с сортов ремонтантных или сортов непрерывного плодоношения. Они дают первый урожай в конце мая и плодоносят до самых заморозков, иногда даже до конца октября. Причем в конце августа и в сентябре плоды у ремонтантных сортов самые вкусные, самые сочные, потому что спадает летняя жара. Представляю вам три голландских ремонтантных урожайных и вкусных сорта. Это сорт Вимарина, у которого плодоношение начинается в июне и продолжается до первых заморозков. Ягоды очень крупные, до 75 граммов, сладкие, ароматные, отличного десертного вкуса. И еще одна особенность – этот сорт образует мало усов. Сорт Диамант – это новый ремонтантный сорт раннего срока созревания. Куст мощный, с высокими цветоносами. Ягода очень крупная, грибневидная. Этот сорт очень пластичный и удается практически на всех почвах и в разных зонах возделывания. И третий голландский ремонтантный сорт – это сорт Астара. Его особенность в том, что он плодоносит и на маточном растении, и на усах текущего года. То есть можно выращивать как на грядке, так и в ампельной культуре. Как называют в народе, можно выращивать вьющуюся землянику из этого сорта. Английский сорт Эверест – сорт крупноплодный, очень урожайный. Ягоды у него крупные, 60-70 граммов, интенсивно окрашенные. И этот сорт обладает очень насыщенным сладким вкусом. И еще представляю вам два американских новых сорта, тоже ремонтантных. Это Аромос и Сант-Андреос. Это сорта-гиганты, сорта-тяжеловесы. Ягоды у них достигают 70 граммов и больше. Эти сорта обладают повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, и высочайшей урожайностью. Но не забывайте, что самые вкусные сорта и самые крупные сорта – это обычно сорта не только ремонтантные, но и средние спелые. Потому что они успевают накопить и массу, и сахар. Ну а для того, чтобы на вашей грядке был непрерывный конвейер, необходимо посадить, конечно, и ранние сорта, и средние спелые, и ремонтантные. И еще одна важная информация у меня для вас, дорогие дачники. Сейчас в разгаре посадочный сезон. И не забывайте о таком уникальном удобрении, как горчичный жмых. Горчичный жмых можно класть практически под любые посадки. Сажаете крупноплодную садовую землянику, обязательно в луночку положите столовую ложку горчичного жмыха. Это уникальное удобрение в 5 раз эффективнее биогумуса. И, кроме того, эффективное бактерицидное средство. За счет природных фитонцидов, которые содержатся в горчичном жмыхе, почва обеззараживается. Кроме того, горчичный жмых отпугивает и почвенных насекомых вредителей, и наземных насекомых вредителей. Если вы сажаете томаты, перцы и баклажаны, горчичный жмых – это уникальное средство против бактериальных гнилей, вертицелезного увядания. Если вы сажаете огурцы, то горчичный жмых – великолепное средство против мучнистой росы. И, конечно же, незаменимая подкормка для ваших растений. Пользуйтесь горчичным жмыхом, и вы всегда сможете получить обильный и экологически чистый урожай. Дорогие дачники, не забывайте, наш ответ к кризису на наших дачных участках. Выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам в этом. Магазин и дачные коллекции объявляют о распродаже семенного картофеля и саженцев с открытой корневой системой и предлагают покупателям крупноплодную садовую землянику, абрикосы, вишни, груши, колонновидные яблони в контейнерах, горчичный жмых, удобрения опионы, конфеты для ваших растений. Адреса магазинов – улица Победа, 111 и улица Самарская, 36. Как говорится, хорошо то, что качественно. Здравствуйте, уважаемые дачники! Отдыхать и работать на даче нужно комфортно, чтобы назойливые летающие насекомые, такие как комары и мухи, а также вредные вредители, переносчики заболевания энцефалита клещи, не досаждали вам и не вредили. Я рекомендую обработать ваши участки аграном или циперметрином-25. Эти средства выпускаются во флаконах по 50 мл. Они эффективны как против комаров и мух, так и против тараканов и клопов. Для обработки нужно развести средства в воде и провести орошение при помощи любой распылительной аппаратуры. Литром раствора можно обработать до 10 квадратных метров. Одной обработки достаточно на несколько недель, в зависимости от погодных условий, если дождя не будет. Средства агран и циперметрин рекомендуется чередовать, так как действующие вещества этих препаратов относятся к разным группам, что повышает эффективность обработки. Циперметрин-25 я настоятельно рекомендую для обработки территории от клещей, переносчиков клещевого энцефалита. Кроме того, при нахождении на воздухе обязательно воспользуйтесь репеллентами. Я рекомендую спрей Абсолют-50, который надежно защитит вас от укусов кровососущих насекомых и клещей. Абсолют-50 содержит самый известный в мире репеллент ДЕТА, в самой высоко разрешенной в России концентрации 50%. Поэтому надежно защитит вас при нанесении на кожу до 12 часов, а при нанесении на одежду до 30 суток. В этом году появилось новое индивидуальное средство для защиты от укусов клещей Абсолют-Мелок-Анти-Клещ. Средства наносятся на одежду в местах, через которые клещи обычно попадают на тело человека. Это в области манжет, горловины пояса, под коленями и в районе щиколоток. Тщательно нанесенные полосы защитят вас от присасывания клеща, так как он отпадет от одежды через несколько секунд после проползания по обработанному участку за счет парализующего действия активного компонента мелка. Следите за тем, чтобы полосы не стирались, и вы будете защищены от клещевого энцефалита. Абсолют-Мелок-Анти-Клещ сохраняет свою активность в течение нескольких суток после его нанесения на одежду и другие изделия из ткани. Позаботьтесь о своей безопасности и отдыхайте на своих дачных участках с комфортом. Василий Полевой. Даешь урожай в центнерах. Артовый центр «Зеленый остров» рекомендует современные, высокоэффективные средства для борьбы с муравьями. Абсолют-приманка и от муравьев. Центраты для борьбы с комарами, клещами и мухами. Скирометрин-25 и Агран. Репелленты для индивидуальной защиты. Абсолют-50 и абсолют-мелок-анти-клещ от производителя. В розницу спрашивайте в магазинах города и в отделениях Почты России. Опыт. Проспект Кирова, 41. Теперь поработаем в теплицах. Здесь скопления, рассады не высажены. Кое-что высадило. На расстоянии 40 см, например, идут кусты помидоры. Здесь что, сейчас пасынки пошли, надо их выщипывать. Нижний лист больной или пожелтевший, он не получает света достаточно. Здесь сейчас темно, солнышка нет. Можно их обрезать, эти нижние листья. Все, пока ничего больше. Если рассада капризничает, только высадили, ни разу ее не обрабатывали стрессоустойчивыми препаратами, господа, это надо делать. Даже еды сейчас не надо никакой давать, не работают корни. Вы стрессы у растений уберите, чтобы они расти начали. Я делаю натурал грином. По листу обработайте. Вот сейчас перец буду обрабатывать. Тем более, если вы будете его выращивать не в теплице, а в открытом грунте. Так, вот с этой грядкой, значит, посередине высажены были тоже помидоры. По бокам стоят посеянные с осени. Это кинза. Здесь вот шпинат он уже не успеваем есть. Пошел стрелку. Все, дорогой мой, сколько я его съела в эту весну. Передать вам не могу. Одна и ела. Вот остатки редиски уходят с грядки. Цветная капуста взошла второго оборота, шамборт. Сейчас у спензи хлорелла полю ее и все. И капусту можно теперь уже сразу вот в таком виде высаживать в открытый грунт. Естественно, под укрытие с панбондом 17 номера. Компания Биокомплекс производит и реализует органические средства по уходу за растениями. Спрашивайте суспензию хлореллы в магазинах вашего города. Оптом препарат Нутурал Грин можно приобрести в фирме Экоастра. В городе Тольятти на улице Победы, 10. Склад номер 10. А розница в садовых центрах Росток. Телефон для справок в Тольятти, 22-57-89. Здравствуйте, друзья! Май – самый ответственный месяц для проведения защитных мероприятий. Стало тепло, и возбудители болезней и вредителей на растениях оживились. И только своевременные меры предотвратят потери урожая. От грибных и бактериальных болезней, таких как парша, увядание, черная ножка, фитофтороз, плесень, гнили, мучнистая роса и других, мы обработаем все растения и прольем землю микробиологическими препаратами фитоспорин или бактофит. Одна-две крышки на ведро воды и проливаем. Деревья и плодовые кустарники во время первых двух-трех дней раскрытия бутонов очень важно защитить от заражения бактериозом. Поэтому для предотвращения заражения проводим опрыскивание раствором фарма-йода. Одна столовая ложка на ведро воды. А через неделю для пресечения распространения инфекции фитоловином, которым можно и нужно работать именно во время цветения. И через недельку после завершения цветения такую обработку нужно повторить. Но в раствор фарма-йода нужно добавить одну столовую ложку фитоверма или окарина. Таким способом мы поборемся и с болезнями, и с вредителями. Всего доброго, дорогие друзья. Приходите к нам в Центр, и мы поможем вам безболезненно перейти от химических препаратов к биологическим. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, м-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок. Моя любимая теплица. Здесь помидоры и огурцы, которые очень рано были высажены благодаря отоплению, которое здесь работает инфракрасному. Помидоры уже крупные. Огурцы уже готовы. Первые огурцы мы сняли 1 мая. К Пасхе они были готовы. И под ними выросла прекрасная редиска. Вот он, первый килограмм огурцов и первый килограмм редиса. Бесценный дар. Сейчас убираю редис и высаживаю сюда рассаду корневого сельдерея. Замучился сельдерей, уже ждет. Вон он стоит. Таким образом, с этой грядки мы будем снимать три урожая. Редиса, огурцов и корневого сельдерея. Пасхе огурцы внесла залу по влажной почве и заделала ее. И, конечно, огурцы любят азот. Ну, где он? Ну, самый лучший и быстрый птичьим помете. Берем жидкое жигулевское удобрение. Пол-литра на ведро. И вежьте огурцы в волю. И давайте нам как можно больше урожай. Сорвали урожай. Отблагодарите растения. Дайте им жидкое жигулевское удобрение. Лучше для них ничего и нет. Итак, по средам немножко золы. В субботу и воскресенье после сбора урожая обязательно кормите растения. Жидким жигулевским я делаю. Который год подряд очень довольна качеством удобрения и ценой. И вот еще раз вам хочу предупредить. Многие дачники жалуются, у них редиска не получается. Они даже ее и сеять перестали. Хвосты одни получаются. Вы берете наши дешевые семена. Вот у меня здесь не хватило семян. Вот посеяла наши. Вот посмотрите, результат какой. Небо и земля. Вот из дорогих семян. Инкрустированы они. Откроешь пакет. Они цветные, накрашенные, дорогие. На одной грядке посажены в одно время. И уход одинаковый, и расстояние. Все. Технологии все одинаковые. Жигулевские удобрения от производителя. Можно приобрести, а также оформить доставку в городе Жигулевске. На улице Гидростроителей, 19. Справки по телефону 927-026-00-45, 917-827-72-88 и 961-390-09-41. Компания «Чистый сад» предлагает эффективные препараты для борьбы с садовыми и бытовыми насекомыми, а также средства для обработки теплиц, погребов и бань. Актовая торговля по адресу товарные 5. Розница на Олимпийской, 35. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас самое лучшее время для посадки плодовых растений. В садовом центре еще огромный выбор саженцев плодовых, кустарников и деревьев. А мы уже начинаем сажать однолетние цветы. Хочу сегодня напомнить, какие однолетние цветы куда нужно посадить. Передо мной бегония клубневая. Очень красивые крупные цветы с шапками цветут до глубокой осени. Единственное, для бегонии клубневой нужно выбирать место в тени. На ярком солнце они будут гореть. Очень неприхотливые цветы, то есть они себя оправдают. Только тень для этих растений. И посмотрите, какие виолы красивые. Вот ранней весной, конечно, появляются виолы. Они выдерживают вот эти небольшие заморозки, разные расцветки. Единственное, они отцветают все лето, и они у вас свести таким образом не будут. То есть это вы должны знать те, кто покупает виолы. Часто спрашивают, какие растения нужно выбрать, если создавать клумбу партерную. Это цветы должны быть невысокие. Для этого подходят очень хорошо бальзамины белого цвета, красного цвета. Только для них нужно яркое солнце. Но агератумы тоже хорошо держат вот этот невысокий уровень. Правда, вырастает 30-40 сантиметров. А бальзамины будут расти высотой где-то 10-15 сантиметров. То есть учитывать нужно максимальную высоту цветов при создании клумбы. Бальзамин нужно посадить на передний план, а задний план может быть агератумы. Очень мне нравится вот этот яркий цветок портулака. Чем еще хорош портулак? На ярком солнечном месте цветет, не переставая все лето. Еще самопосевом сеется, и в следующем году вы можете уже не сеять и не сажать портулак. В том месте, где рос портулак, у вас все время будут цвести эти цветы. Пеларгония цветет до глубокой осени. Еще зимой можно забрать в квартиру, в дом и в следующем году выставить. У меня дома уже они 4 года таким образом кочуют. То есть они, получается, долгожители, можно сказать, многолетние цветы. Посмотрите, тагетисы, или называют их бархатцами. Есть крупноцветковые тагетисы, такими шапками. Самые неприхотливые однолетние цветы. Единственное, боятся заморозков. Это вербена разных рассветок. Я каждый год в Ракаре высаживаю вербены. Куртинка к осени разрастается до 40 сантиметров. То есть редко нужно сажать. И единственное, нужно будет обязательно ответшие цветы убирать. И тогда будет цвести до глубокой осени. Каждый год мы предлагаем какие-то необычные цветы. Немизия. По своему строению, если близко посмотреть, они напоминают даже орхидеи. Необычные цветы, которые тоже будут разрастаться. Можно их сочетать вот с этими вербенами. То есть они точно так же пространство занимают. Либо же посадить вместе с ампельными петуниями. То есть это не спадающие цветы. К ним же относятся бакопа. Вот еще одна новинка, которую мы в этом году привезли. Горец. Посмотрите. Обычно мы привыкли видеть горец птичий. А это разноцветный пестролистный. Можно и для ампельных композиций. И можно в клумбе использовать. Вот такое яркое пятно будет. Красота получается в листьях, а не в цветах. Для ярких солнечных мест портулак. Дальше это бальзамины и бегония с имперфлёром. Обязательно эта бегония на солнечное место яркое. Расстояние между растениями до 30-40 см может быть разрастается. И до глубокой осени первые заморозки бегония не трогают. То есть получается бегония с имперфлёром очень стойкое растение. Уже зацветают кустарники. С пирея грешами цветёт первый и своим непередаваемым медовым ароматом. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников. Деревья, хвойники, кустарники, многолетние цветы, розы и, конечно, однолетние цветы. Мы желаем вам красивого цветущего сада. Садовый центр Веры Глуховой предлагает посетить площадки в Самаре-Итольяте с саженцами плодовых и декоративных культур. Внимание! Открылась новая площадка рядом с торговым комплексом «Амбар». Справки по телефону в Самаре. 212-04-42. 42.